Всем привет дорогие друзья, с вами Вайт и думаю я уже достаточно поиграл на призывателе, чтобы заиметь квалификацию необходимую для производства гайда по данному классу. Итак, преимущество у Вене лишь одно, но крайне весомое. При бусте персонажей ниже среднего, а возможно даже чуть выше, ПВЕ они просто вне конкуренции. Начиная со шмота почёта и вплоть до обвеса на 3-4 триллиона, мастера покемонов лучше в плане урона и по одной и по нескольким целям. Конечно, есть профессии способны и при слабой экипировке посоперничать с ними в красивом разваливании боссов, например кладоискатель и заступник. Полководец же не сильно уступит с умом в раскладывании пачек мобов, однако у тиранях и ножей проблемы с паровозами, а ахиллесового пятакопейщика дамаг в соло таргет. Призыватели же в отличие от них со всеми ПВЕ задачами справляются на ура, и главное бюджетно. Тем не менее, минусов у Вене немало. Начнём с того, что им недостают мобильности. Кого-то догнать или наоборот откаетить, качественно фармить на несколько спотоп, всё это вызывает трудности у сумов. Также у них отсутствуют серьёзные закрывашки типа гатсы или щитоманы, и это очень печально сказывается на ПВП перспективах данного класса. При этом же выживаемости не хватает даже в битвах против монстров. Разделение боли не просто бесполезный, а скорее вредный скилл. И таким он и останется до тех пор, пока слугам не вернут вампирик, а их здоровье не будет увеличиваться с ростом буста хозяина. Вдобавок, мастера покемонов неоправданно много потребляют камней рун и руды духов. А то, как они формят на автоохоте по сравнению с макросом от мыши, это вообще тихий ужас. Ещё с лета каждый стример и блогер, опробовавший призыватели, твердит об оных недоработках, которые, кстати, довольно просто исправить. Но у корейцев, наверное, есть дела поважнее, например, тотальный нерв в башне дерзости. На её нижних этажах значительно урезали дропа Дэн, несколько раз увеличили время респа монстров и уменьшили количество их кучек. Также на первых трёх ярусах включили ПВП-зону, и главное, данную сессионку сделали общей для всего аккаунта. А ведь почти полностью передающийся буст и фарм на твинах являлся важнейшей особенностью мейн-версии, из-за которой многие игроки отдавали ей предпочтение. Страшно подумать, сколько после следующего обновления начнут стоить сферы Гнева и Камни Рун, если даже сейчас на них держатся неадекватно высокие цены. Эти грядущие изменения полностью разрушат мой план по развитию призывателей без доната. И на самом деле я не понимаю, зачем нужен такой глобальный фикс. Какие тогда ещё сохранятся профитные способы заработка игровой валюты путём охоты на монстров? Неужели NCSoft хочет окончательно превратить современную линейку в стимуляторы-открыватели лутбоксов и барыги Тотчера? Ради чего новичкам будет тратить рубли или месяцами терпеть, выкачивая сотни учеников, как делаю я, если не останется никаких заманчивых перспектив дальнейшего развития персонажа игровыми методами? Конечно, можно сказать то, что так корейцы борются с инфляцией, вот только, по-моему, для сдерживания её роста вполне достаточно просто почаще ставить акции по выводу Аден. Типа той, что была в декабре с ледяными куклами Фреи. Да и небольшой нерв той тоже приемлем, но не настолько же тотальный, который выкатили они, полностью порушив фарм твинководам и малюткам, которые не тянут седьмой и выше этажи. К тому же, заменив потустороннюю фабрику Остатина на катакомбу с практически нулевым дропом игровой валюты, разработчики уже и так неплохо подрезали весь фарм. Но есть и хорошие новости. После данного патча, если корейцы, конечно же, не одумаются, уж точно больше не придётся страдать от очередей на серверы. Ладно, что-то мы немножко отвлеклись от темы. У архетипа Венью присутствует три подкласса. Котовод имеет больше защиты и групповой баф, который будет не лишним в ПВП, но меньше урона. У Кневода средние показатели дамаги и дефа и положительный эффект, повышающий у отряда физ маг-атаку оружия. Правда, персонажа с хорошими пушками профит от этого даже не заметит. И, наконец, Теневод. Среди призывателей он наносит самые высокие повреждения, но хуже всех держит удар, а вместо бафующего камня у него дополнительная масуха. И на первый взгляд кажется, что чернокнижник и мастер стихии компенсируют недостаток урона своей полезностью в пате. А Тёмный Сума рождён для соло приключений. Однако, это большое заблуждение. Владыка Тене не только обладает наилучшим дамагом, но и ценен в группе своим дебафом. Он на 20% снижает сопротивление ко всем видам критов. По сравнению с этим, капелька защиты и тем более сток атаки оружия смотрится несерьёзно. Так что выбор среди призывателей довольно очевиден. Самой приоритетной характеристикой до достижения капа для уровня монстров, которых вы фармите, является атрибут. Каждые 10 единиц к его значению повысит урон чара примерно на 1,5%. Но тут есть один неприятный нюанс. Если ваша стихия атаки ниже капа более чем на 440 пунктов, то её увеличение не даст ничего. Это же правило распространяется и на атрибут защиты. Поэтому для пвп обычно в доспехе ставят деп не от всех 6 стихий, а только от трёх основных, которые в пушках у варов. Следующий по важности параметр это шанс маг крита. У магов он больше не имеет капа и разогнать его получится даже выше 1000 единиц. Что опять же может потребоваться в сражениях против других игроков, а также в новой локации лагерь ящеров ланг. И если какой-нибудь фео со скиллами, заточенными на фокусировку, при значении данной характеристики всего в 500-600 единиц в пве уже будет критовать каждый плюхой, то призывателю ради его питомцев придется набрать выше 900 маг крита. Однако достичь это под помом при высокой мудрости и правильных эссов посохи не то чтобы очень сложно. Мощность умений и силы критических ударов для кастеров равноценна. А вот бонусы к магатаке из-за особенности формулы расчёта урона имеют в 2 раза более низкую полезность по сравнению с ними. То есть, например, 10% мощности скиллов добавят 10% дамаги. А вот те же 10% магатаки накинут всего 5% к наносимым волшебникам повреждениям. Про защитные же характеристики, конечно, совсем не стоит забывать. Но в пве нужно стремиться к тому, чтобы шотать мобов. А если они будут умерть мгновенно, то даже персонажа стеклянную пушку у них вряд ли получится забрать с собой. А вот в пвп наоборот, упор часто делают именно в деф. Из скиллов откровения обычно берут необузданность и окова урагана в сочетании со взглядом оракула. И раскидывают очки способности вот таким образом. Если же у вас хорошее оружие, то концентрацию берсерка стоит заменить развитием берсерка. А при наличии ещё и оверкапа атрибута, 1 поинт из стихийной атаки берсерка и 2 из природной атаки берсерка, допустимо перераспределить в искусство силы берсерка и кровавый бой берсерка. Либо в слепую атаку берсерка и сдерживающую атаку берсерка, если вы качаетесь на толстых мобах в группе с танком и дамагером, обладающим хорошим массовым контролем, например, Повелителем Бури. Вторую же страницу способностей можно сделать через ветку оракула специально под музей пантеона и подобных шотных монстров, выучив бонусы к опыту и получаемым аденом. На двойной класс, естественно, лучше взять другого сумма. Либо фео или целителя, если вы хотите разнообразия. При слабом бусте скиллы от дуала стоит выбрать со статичной прибавкой к урону, а конкретно магическую силу, погибель и три уровня атаки. В дальнейшем, когда вы подразгоните интеллект персонажа и эффективность владения умениями, атаку можно будет заменить на бешенство мастера. Залученные же сертификаты приобретаем в увеличении аден, атаку стихии и мага-атаку оружием. Нюки точим на мощность, дебафы на шанс, а заюзы на время. Снятие клейма бьет больнее гнева, но использовать его реально только на боссах. Также метки полезны в пвп, с помощью них получится просадить здоровье врага до единицы, чтобы он упал от мобов, а вы остались с белым ником. Для призывателей с их мобильностью существует лишь один способ откатить противника, это постоянно втыкать на него врата смерти. Ну а ближнебойных питомцев можно даже не учить. С покупкой крутой пушки торопиться не стоит. Лучше от диванья чара начать заполнение пустующих ячейк инвентаря, таких как книга артефактов, и замены самых слабых элементов квестовой экипировки, допустим, стереги на снижение расхода маны. В общем, посмотрите первые серии моей рубрики «Призыватели без доната» и делайте примерно так же. Либо же возьмите набор за рубли за благословенными доспехами почёта и копите на свитке для его модификации. А из-за иллюзорного снаряжения лучшим выбором, как мне кажется, будет плач. Если же для вас является проблемой постоянно фармить на макросе с мыши, то вам, возможно, стоит присмотреться к другому классу, а не к венье. Потому что, как я уже говорил, автоохота совершенно не адаптирована под профессии, использующие питомцев. Да и вообще на мейне внутриигровой бот самый тупящий среди всех версий линейки. Если вдруг я где-то ошибся или не упомянул что-то важное касательно сумм, то обязательно укажите это в комментариях. А если надумаете попробовать основную версию L2, то не забудьте про ссылку в описании. При регистрации по ней вы получите подарок для более комфортного старта. Ну а с вами, как всегда, был Вайт. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok